Девиз нашей программы Девиз нашей программы Девиз нашей программы Мы долго шли к этому, велись переговоры, обсуждали вот эти моменты и пришли к тому, что это действительно необходимо городу, потому что хотелось бы, чтобы здесь все административные были центры, здесь комфортно было проживание. Потому что растягивать город, это ведь тоже у нас коммуникация, это огромная затрата средств, потому что у нас очень часто еще бывает, что строители строят целые микрорайоны, где-то, допустим, на окраине города, при этом забывают, что нужно детские сады, школы. У нас в Перми уже больше 20 лет не строилась школа, вот сейчас, правда, уже 4 новых школы построилось, и это здорово. Вот, например, я был на одной из линеек у себя в округе, сейчас посвященном Дню Знаний. И, представляете, 13 первых классов, 340 первоклашек, школа 2-200, это школа номер 59 на Парковом, и все учатся в первую смену. Представляете, как классно, что дополнительное образование, люди занимаются в всех своих кружках. Поэтому это очень здорово, когда есть возможность, шаговая доступность, когда ты живешь, допустим, в микрорайоне, а тебе нужно ездить в школу на автобусе, там еще куда-то, понимаете. Поэтому хотелось бы, чтобы где строились дома, и там была инфраструктура. К этому, в общем-то, мы и пришли. Ну, в любом случае, Владимир Иванович, наш разговор так или иначе в тему школьную перетекает, но здесь есть и, не могу назвать его проблемным моментом, дискуссионная тема, которую обсуждали в том числе и депутаты. Есть люди, которые высказываются против объединительных процессов, которые происходят в школах, есть проблемные объекты в Мотовилихинском районе. Но на минувшем заседании, в том числе и в этом вопросе, вы отметили системный подход в работе городской администрации. Можно поподробнее? Ну, то, что сейчас происходит объединение, да, конечно, это такой вопрос очень сложный, да, потому что люди привыкли, например, ребенка ты привел в одну школу, там есть коллектив, есть свой директор, примерно уже понимаешь, что происходит. Когда получается слияние, допустим, двух школ, одного директора убирают, убирают бухгалтера, пытаются сделать экономию, эти деньги пустить на развитие школ, ну, у родителей все равно страх, понимаете. Потому что все, что мы не знаем, что нас ждет впереди, нас всех это пугает. Потому что мы привыкаем к одному укладу жизни, тут что-то может поменяться, вот эти страхи. Сказать, хорошо или плохо, мне сложно, да. Все равно нужно общаться с родителями, все равно нужно договариваться, все равно нужно в первую очередь объяснять родителям, для чего это происходит, какая выгода от того, что школы будут сливать вместе. Вот, например, у меня на Парковом объединение произошло 34-й и 44-й школы. 34-я школа, она находится в Заостровке, там, в общем-то, отдаленный район, там, допустим, 600 человек все учатся, а в школе 44-й там полторы тысячи. Когда они объединятся, я думаю, что для 34-й школы гораздо будет лучше, потому что там и, допустим, финансирование у них увеличится, и, думаю, дополнительное образование. Конечно, это неплохо. И в моем округе никаких пока дискуссий не стоит, вроде бы все нормально, все как бы спокойно и стабильно. Я думаю, что сделаем все, я как депутат, по крайней мере, чтобы в этих школах родители были довольны, в первую очередь было хорошо нашим детям, чтобы они получали хорошее образование и развивались. Ну, я думаю, с началом учебного года, естественно, родители смогут свои страхи и опасения в том случае, если они были безосновательными, развеять. Владимир Иванович, я вот в день знаний, пока нам еще рановато с дочерью в школу, мимо проезжал нескольких школ, опять же, здесь у нас в Мотовилихинском районе, видел огромное количество этих бантиков, костюмчиков, взволнованные лица родителей, бабушек, дедушек, радостные и, наверное, тоже немного взволнованные лица ребят. Вы в день знаний поздравляли их лично, побывали не на одной линейке. Ваши ощущения, вот эти ребята, которые идут в первый класс, какие они и чего хотелось бы им пожелать? Ну, вы знаете, они все смешные такие, я на них смотрел, они все были такими глазами удивленные, да? Конечно, хотелось им пожелать, чтобы они попали в хорошие руки педагогов, потому что очень важно, к какому педагогу ты попадаешь в первом классе. Если попадется такой педагог, который тебе приведет любовь к учебе, то ты будешь учиться все эти 11 лет, тебе будет легко учиться, ты будешь любить учиться и будешь двигаться, я имею в виду, потом в институте, эти знания будешь применять на работе или в бизнесе, куда ты будешь интегрироваться дальше. Ну, бывает, что есть люди, которые приходят на работу, но они, как говорится, отбывают свой номер, они не любят свою работу, им просто деваться негде, и они работают в школе. Поэтому это чувствуется тоже, дети же это тоже чувствуются, детей нельзя обмануть, это мы думаем, что они глупые, ничего не понимают. Поэтому очень важно, да, чтобы, хотелось бы, чтобы вот эти все наши первоклассники попали к тем учителям, которые любят свою профессию, которые искренне, которые хотят, чтобы привьют любовь к знаниям, и чтобы дети хотели, бежали в школу, понимаете, чтобы они не просыпались и там не хочу, а чтобы они быстрее хотели, быстрее соскакивали, будили родителей, давайте в школу, все, понимаете. И чтобы они были успешны, потому что ведь наши дети, это будущее нашей города, страны. Я всегда говорю, что учителя это строители, допустим. Если одни строители строят дома, то наши учителя строят наше общество, нашу страну. Какие знания получат наши дети, такие будут, в общем-то, так развиваться будет наше государство. Присоединяюсь к вашим пожеланиям, к вашим словам. Действительно хочется пожелать хороших педагогов. Вот, кстати, согласен с тем, что вы говорите относительно доступности транспортной... Шаговой доступности. Да, школа в шаговой доступности. Это действительно замечательно. Но, тем не менее, транспортный вопрос, он в Перми тоже стоит. На минувшем заседании городской думы обсудить у депутатов не получилось этот вопрос. Плюс администрация отозвала тему тарифного меню. Видимо, что-то решили еще доработать, подготовить. Вот, как по-вашему, чего ждать жителям? Потому что сейчас, я думаю, многие прелюбили как рано. Я скажу вам, смотрите, ситуация какая в следующем. Самое важное, самое важное, это пассажиропоток. Вот я депутат с 2011 года, и вот уже бьюсь и бьемся все наши депутаты, для того, чтобы администрация нам показала пассажиропоток. Понимаете, вот, допустим, цена на билет у нас 20 рублей. Это одна из самых, ну, не самая дешевая, но одна из самых дешевых в стране. Можно сказать, в Приворском округе это, наверное, самая дешевая. В других регионах уже по 30 есть, там по 28. Из чего идет билет? Ну, нам дают перевозчики, показывают, вот мы столько затратили. Одна часть это жители города по 20 рублей тратят, а другую часть это бюджет города. Где-то примерно миллиард мы вкладываем для того, чтобы, ну, была цена, допустим, по 20 рублей. Нас подталкивают перевозчики, что нам мало, что у нас плохо, там бензин вырос, там прочее все выросло, нам не хватает. Конечно, мы можем сделать бесплатный проезд, но нам нужно 6 миллиардов доплатить, чтобы тогда получилось, что люди будут бесплатно, но бюджет должен найти 6 миллиардов. Это мы тоже не можем сделать, да? Поэтому вот то, что сейчас не получается, мы не можем договориться, чтобы нам показали пассажиропоток. Нам уже столько лет, представляете, только я уже, получается, 8 лет депутат, и я не могу добиться, чтобы нам администрация вместе с перевозчиками показали пассажиропоток. Потому что это все как пальцем в небо. Просто нам от фонаря говорят, вот столько-то, столько-то, понимаете? Поэтому у нас постоянное трение из этого тарифа. Они выходили с суммой 28 рублей. В любом случае, мы им не дадим это сделать, да? Но когда нам определенную цифру покажут, все равно нам придется повышать. Не до 28, но сколько-то все равно придется, да? Но мы хотим знать, за что мы повышаем. Хотим обоснования. Обоснования пока нам никто не дал. Но вот в нынешних условиях учета пассажиропотока, наверное, уже не отвертеться будет перевозчиками городской администрации. Ну, они нам какие-то рисуют там, знаете, Филькину грамоту, пытаются нам там, извините меня, в простонародье, по ушам проехать. Да, мы злимся из-за этого, поэтому у нас вот из-за этого непонимание. Понимаете, если нам скажут, да, действительно столько, мы увидим, но придется поднять, да, потому что деваться некуда. Ну, когда нам просто так от фонаря придумывают, пальцем в небо тычут и говорят, вот это столько. Поэтому, конечно, неприятно, да, неприятно, что мы, во-первых, не хотим, чтобы обманывали и горожан, и чтобы бюджетные деньги мы тоже должны, в общем-то, их беречь, да, чтобы каждый рубль доходил до своего места. Ну, мы будем пристально следить за развитием этого вопроса. Ваших комментариев по этой теме также будем ожидать. По-моему, очень правильно вы описали положение жителей города Перми, назвав их нас акционерами вот этого большого предприятия. Но таких акционеров у нас по Пермскому краю в каждой территории определенное количество есть. Если я не ошибаюсь, на единый день голосования в Пермском крае 23 избирательных кампании назначены. В Перми выборов не будет, и, наверное, в этот раз это к лучшему. Вот хотел поговорить с вами о теме, которая будоражит интернет в последнее время. Еще несколько лет назад о выборах, к примеру, в Московскую городскую думу никто не знал. Вряд ли даже сами москвичи знали своих кандидатов. Сейчас, в том числе и периодически у наших федеральных коллег эта тема, ну, если не первая, то там в тройке лидеров. А в регионах ничего такого не происходит. Вот как вам кажется, все-таки, вот эти вот протестные настроения, которые есть в Москве, с чем это связано? И вот Москва и регионы, почему такие разительные отличия? Я свое мнение, да, скажу. Смотрите, вот, допустим, в первую очередь Москва. Там в основном живут интеллигентные, образованные люди. У нас испокон веков всегда интеллигенция, дворяне, они всегда пытались что-то бузить. Это вот, допустим, и декабристы, и все, да. Людям всегда кажется, что им что-то плохо. Вот, допустим, возьмем Ленинский район города Перми. Дороги первой категории. У них всегда все самое лучшее, все самое хорошее. Но жители, как правило, живут здесь преподаватели, интеллигенция, люди обеспеченные, которые богатые, у которых, в общем-то, все есть. В городе Перми у них всегда номер один все. Но жители больше всего бузят центрального района. Всегда им все плохо, всегда что-то не то, что-то не то. Но идеального просто не может быть, да. Возьмем Москву. Вы посмотрите, что сделали за последнее время с Москвой. Это просто, я вот, я горжусь, да, допустим, столицей. Понятно, мне хотелось, чтобы в Перми так же было. Ну, в основном студенты, в основном ребята умные, образованные. Я с ними разговариваю. Они все говорят, нам не хватает свободы. Я говорю, какой вам свободы не хватает? Вы посмотрите, что происходит кругом. У вас нет никаких рамок. У каждого человека должны быть рамки, да? Ну, воспитание, еще что-то. А там идет просто по горизонтали все. Есть забуйки, за которые нельзя заплывать. Сейчас нам просто там из Запада со всего там навязывают свободу. Вот эти однополые браки, вот это все происходит. Это же нам насаждают, понимаете? А наша молодежь это берет и впитывает в себя. И потом начинают раскачивать лодку. Ага, нам надо то, нам надо все, нам надо пятое, десятое. Нам понятно, что проблем достаточно. Понятно, что у нас не все хорошо. Понятно, мы хотим жить лучше. Ну, западные партнеры наши, да, допустим, которые там санкции нам какие-то устраивают, еще что-то. Их тоже не устраивает сильно Россия, которая, в общем, принадлежит там 40% запасов мировых, да, нефть, золото, алмазы, все. Поэтому они все говорят, что Россию нужно расчленить. Там столько у нас 20 автономных республик, там Татарстан, Башкирия, Чувашия, Мордовия, там Северный Кавказ, прочее. А когда колыхнет вот эта революция 1917 года, вы же помните, никто не мог подумать, что мы потеряем, да, допустим, свой строй, там уклад, да. Что сейчас люди тоже не понимают, но нас пытаются подвести к тому, чтобы у нас здесь заполыхала революция. Чтобы Татарстан отделился, Башкирия отделилась. Я родился и вырос в Советском Союзе. Вот кулак, да, это был Советский Союз. Сейчас Россия отдельно, Украина отдельно, Белоруссия и все наши союзные республики стали отдельно. То же самое пытаются сделать с Россией, да. Мне много тоже, что не нравится. Многие вещи я не говорю, потому что я не хочу поджигать, понимаете, потому что, ну, да, я могу в кухне что-то обсуждать, что-то мне не нравится. Но я все равно за государственность, понимаете. Я все равно за свое государство. Я хочу, чтобы наши дети работали на наше государство, чтобы они не уезжали из страны. Нужно создавать условия и в городе Перми, потому что молодежь, многие уезжают. Вот, например, дочка у меня в этом году поступила в МГИМО, у них из класса 80% уехала в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Мне тоже больно, да. Ну, я ничего не могу сделать, я не могу своей дочери запретить уехать учиться в Москву. Она хочет, да, развиваться. Но надо создать такие условия, чтобы люди не хотели уезжать из Перми, из нашей страны, потому что многие уезжают из страны учиться там в Америку, в Англию, в Швейцарию, там, понимаете. И тоже детям не запретишь это. Ну, надо что-то делать, создавать такие условия, чтобы к нам приезжали и хотели учиться в Москве, в МГУ, там, не знаю, там, ГИМО, в Бауманке, там, различные в наших вузах, которые у нас есть. У нас лучшие образования в стране, понимаете. Кто бы там что ни говорил, хотят какой-то свободы. Я не знаю, я вот читал многое, что там даже, вот представляете, до чего доходят, подталкивают молодежь, и девочкам говорят, и суд семьи полностью стирается сейчас, понимаете. Сейчас все никто не думает, жениться так, пожили друг с другом, разошлись там 2-3 года, меняют партнеров, и более того, говорят, зачем вам дети? Берите собачонку, берите там, кожечку какую-нибудь, там, сегодня тебе 20 лет, у тебя один партнер, в 30 у тебя будет другой, потому что мировоззрение меняется, в 40 лет у тебя будет там третий, или там четвертый, или пятый. Никто не говорит, что институт семьи, что создали семью, нарожали детей, и этих детей нужно воспитывать, и нужно беречь, как говорится, свой домашний очаг. Но нас специально извне нам насаждают вот такие вещи, которые нам, россиянам, да, нам неприемлемо это. У наших детей, у молодежи, вот у студентов, у них все равно немножко психика, понимаете, такая, ну, еще детская, не сформировавшая. Они, многие вещи, они не понимают, понимаете, они как бы, все сказали, они пошли, они не понимают, для чего их используют. Очень часто же их просто в темно используют. Что, Москва плохой город? Отличный город. Как живут москвичи, как создают условия для пенсионеров, для всего там, ну, у них просто сказка, понимаете, по сравнению даже с Пермью. Смотришь, и по-хорошему завидуешь им, ну, видите, что-то не устраивает, не хватает свободы. Какой нам свободы не хватает в стране? Все, что ты хочешь, можешь говорить, в интернете писать всякие гадости, всякую ерунду, которую я бы запретил, вот эти, Дом-2, вот это то, что на телевидении сейчас происходит, вообще цензура нужна. Но у нас ее нету, я лично бы запретил, понимаете, потому что я не хочу, чтобы психика детская у наших детей ломалась, понимаете, жестокость, вот это все, разврат, вот это все же нам насаждают извне. И мы у них слизываем там различные передачи и начинаем у себя, да, они приносят прибыль там, они рентабельные, дети смотрят их, давайте будем показывать. Но мы должны беречь души своих детей, мы должны воспитывать их духовно. Посмотрите в церкви, у нас одни бабушки ходят в церкви, а посмотрите, допустим, в мечеть, одни взрослые, сильные мужчины, которые приходят, у них есть религия, они за счет своей религии, они там, допустим, сохраняют свои ценности. А мы где-то не можем эти ценности сохранить, понимаете, только в семьях, только вот в сильных семьях мы должны это делать. Мы должны воспитывать детей, мы должны объяснять им, что вот это нельзя, у каждого человека должны быть ограничения, рамки, что за эти рамки нельзя переступать, иначе ты будешь уже не человек, а непонятно кто, понимаете. Вот эти навальнисты, вот эти все, понимаете, это же все проплаченное, все это извне, эти деньги поступают для того, чтобы нашу страну, нашу лодку раскачать, понимаете. Поэтому нужно очень много работать, нужно объяснять, нужно говорить, нужно общаться, не прятаться, а выходить на массы и объяснять, давайте, что вас не устраивает. Давайте будем обсуждать. Не надо смотреть, как у человека там, вот я всегда говорю, зачем смотреть, вот у меня есть, допустим, свой огород, дом, да. Я раз заглянул в соседу, о, как у него классно, а у меня плохо. Так ты увидел, что у него хорошо, посмотри и сделай у себя, приберись, наведи порядок в своем доме, чтобы тебе было комфортно, чтобы себе, вот смотри, у него как чисто, аккуратно и красиво. А не смотреть и завидовать, ааа, вот там так, вот там всяк, все в наших руках. Давайте жить так, чтобы нам уж соседи завидовали, я думаю. Владимир Иванович, вам спасибо огромное за ваше иногда резкое, но откровенное мнение. Ну, это я от души говорю, правда, как, это что у меня внутри происходит, я это говорю, и для меня это больно, то, что происходит у нас в стране. Мы всегда рады вам в нашей студии и от вас узнавать о том, что происходит в городе, что думает об этом Пермская городская дума, поэтому с удовольствием будем рады видеть вас в нашей студии снова. Спасибо за то, что сегодня были у нас в гостях. Спасибо вам, а у нас 36 депутатов в городской думе, все разные, но все мы хотим, чтобы наш город процветал, и все мы работаем на благо нашего города. Вот и телекомпания «Ветта» присоединяется, мы тоже работаем на благо нашего города. Сегодня у нас в гостях в программе «Лобби-холл» был депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, меня зовут Станислав Уланов, я буду рад встрече с вами снова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok